Кашу и сырники, приготовленные час назад для первой смены 131 гимназии, уже разносят по столовой. А блины поливают сгущенкой за пару минут до перемены. А вот котлеты с овощами готовят уже для следующей смены. Комбинат школьного питания «Глобус» не использует полуфабрикатов. Все делается вручную. Мы готовим на местах. То есть продукты приходят, приезжают на машинах наших. Мы осуществляем приемку, и из-за этих продуктов мы уже непосредственно на своих рабочих местах осуществляем приготовление пищи для деток. Качество еды для детей сегодня проверяет специалист Роспотребнадзора. Эксперты приходят в школы каждый сентябрь, изучают калорийность, энергетическую ценность пищи и качество приготовления. Помогают им в этом родители учеников. В начальных классах были небольшие недочеты, но опять же школы это устраняют сразу. В следующем проверке тоже подобного нет. Ну и в принципе можно прийти посмотреть любой день, как говорили учителей по запросу. Ничего подобного больше не было. А скажите, какие недочеты были? Больше по сервировке и по порядку изначально, а по едению, по качеству и гудеме. Я сегодня ела кашу, йогурт, оладушек и чай пиваю. Что из этого было самое вкусное? Вкусное было йогурт, оладушек и каша. Питание при этом остается бесплатным, а набираются сил в столовой не только школьники, но и преподаватели. А разделения в меню нет. Учителя говорят, что даже их впечатляют некоторые порции. Каши на молоке, все замечательно. То есть завтракаю я кашами, а на обед обязательно это первое. Второе, супы разнообразные, всегда все готовится примерно где-то за час, то есть все свежее. Сотрудник Роспотребнадзора оценил не только качество еды, но и общую атмосферу в столовой. Это очень важно, когда ребенок заходит в светлый обеденный зал, в котором присутствуют яркие цвета, посуда, допустим, та, которая уже современная, которая вызывает именно желание кушать, подача блюд, такая, которая не просто там что-то кинули в тарелку, а именно что-то, яркая каша. Сегодняшняя проверка прошла успешно. Довольны остались и надзорный орган, и родители школьников. Кстати, скоро здесь повесят экран, где будут транслировать правила поведения в столовой и другую информацию, связанную с приемом пищи. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.